эта рыжая красотка одно из самых узнаваемых животных в лесу который невозможно перепутать ни с одним другим видом лисица некрупный зверь длина ее тела составляет 60 90 сантиметров а весит она в среднем 7 килограмм характерными внешними признаками является рыжий цвет меха и остроносая мордочка живут лисицы в норах которые зачастую арендуют у барсука бодрствует лисица в сумеречное и ночное время в отличие от других представителей семейства псовых лиса живет и охотится в одиночку питается рыжая хищница разнообразно но основу ее рациона составляют мыши и прочие некрупные животные хотя она не против полакомиться насекомыми а также растительной пищей лиса не стесняется воровать домашних кур может сделать подкоп и стащить птицу даже из курятника увидев лису в естественной среде обитания вы можете полюбоваться и издалека сфотографировать но ни в коем случае не пытайтесь потрогать лиса появляются в легендах и сказках разных народов мира японской мифологии лисицы мудрые обладают магическими способностями а в преданиях североамериканских индейцев эти животные могут сбросить шкуру и превратиться в красную прекрасную кти женщину славянском фольклоре лисицы это главные герои животных сказок они хитры и ловки и нередко обманут добиваются желаемого к примеру в сказке колобок рыжихвостая плутовка притворилась глухой чтобы съесть колобка однако в добрых сказках чаще торжествует добро и лисицу наказывают за ее коварство например за ушки на избушке наглая соседка лисичка выселяет зайца из его лубяного домика но петуху удается напугать злодейку и прогнать ее а в сказке лиса и журав жадная лисичка предлагает журавля в гости и размазывает кашу по плоской тарелке потому что знает что птицы неудобно клевать из такой посуды впрочем журавль отплатит ей той же монетой многие писатели продолжили фольклорные традиции изобразив этих рыжих зверьков как коварных плутовок в базе ванна крылова ворона и лисица пушистой хитрюги с помощью лести удается раздобыть себе завтрак а в повести золотой ключик или приключения буратино алексея толстого мошенница лиса алиса и ее компаньон кот базилио обманом забирает у буратино 5 золотых монет познавательная сказка виталия бьянки и мышонок любимы детьми и взрослыми рыжему хищнику лису интересно отчего мышонка но земле мышонок отвечает что рыл норку это небольшое по объему произведения дает детям первое представление о повадках и образе жизни мышей и лис современные писатели тоже не оставляют лис без внимания но теперь из плутовок злодеек они превращаются положительных героев книжной серии лес дружбы написано известной детской писательницами дэйзи медоуз появляется полярная лисичка на непростая а летающая из книги лисичка сара или рождение волшебства вы узнаете чем пользуются волшебные лисы чтобы взлететь но вот незадача вредные тролли проникли в лес и похитили особые инструменты которые требуются для создания магии и теперь лисички царе нужно придумать как быстро вернуть похищенная пробегала по лесу лисицы и услыхала как под кустом плачет жжой лисенок рыжая мамочка поторопилась потому что дома и ждали трое своих малышей но этот лисенок плакал так жалобно и лисичка решила взять его к себе в логово по пути пришлось приобрет немало опасностей но найденыш был спасен трогательная история ирины коршуновой мама для лисенка никого не оставит равнодушным когда ходишь одними тем же путем перестаешь замечать чудеса вокруг но если свернуть на непроторенную дорожку как герой этой книги мальчик по имени повелас сразу появляются волшебные камни сбежавший зоопарка птицы и даже если повезет говорящая лиса интересная история от писательницы эвелины татюты счастье это лиса и художницы ауши кодилайте рассказывает о дружбе открытом сердце счастье и о том что невозможно приручить предлагаю вашему вниманию трогательные нежные прекрасные книжки серии про лисенка лютера писательницы джулия роллинсон маленький лютер постоженно встречает каждое время года первой его жизни осень или все на кредит разволнован его любимое животное дерево потускнела листья стали коричневыми и вот вот опадут мама совсем не беспокоится это просто осень но сильный ветер уносит все листики дерева и лютер теряет надежду и вот тогда приходит настоящее чудо в канун рождества лютера посетила ужасная мысль вдруг санта клаус не сможет найти новый домик зайчат и они не получат свои подарки неужели праздник будет испорчен счастью у лисенка есть идея лисенок лютер радость мчится по зарядным солнцем цветущим холмам наконец-то природа просыпается но что это лютер не может поверить глазам весь сад усыпан снегом может весна вовсе не наступила ему надо срочно предупредить друзей птицам придется возвращаться в теплые страны и бульчонку заново собирать припасы а ежу опять ложится в спячку но точно я саду снег наконец-то лето можно целый день лежать в тени деревьев и слушать как шибичат птицы квакают лягушки и стрекочут кузнечики но подождите кто это плачет это зайтишка она расстроилась потому что ничего не умеет и щебетать не квакать не стрекотать лисенок лютер уверен что всему можно научиться вместе они устроят великолепное представление а где зиму лисы а почему не холодно зимой а чем они питаются как охотятся на эти и множество других вопросов маленького почему очки ответит книги фридерона рейнфиштеттера для маленьких читателей в качестве дополнительного чтения по предмету окружающий мир будут полезны книги и серий давай познакомимся и книжка активити с помощью увлекательных красочных и познавательных книг лисенок и другие звери в лесу и кто живет в лесу дети не только узнать все алиса и прочих лесных животных но и разгадает головоломки выполнить задания на внимательность а также поищут отличия и пройдут лабиринты эти и другие истории пролисят ждут вас как о венке т.к. в